Голодание при аутоиммунных заболеваниях. Самым убедительным доказательством преимуществ голодания является лечение аутоиммунного заболевания суставов, известного как ревматоидный артрит, как я подробно описал в своем последнем видео. Было проведено немецкое исследование, показывающее преимущество при остеоартрите, сообщением об улучшении боли и функции суставов. Но нам действительно нужны рандомизированные контролируемые исследования, чтобы знать наверняка. Исследователи отчаялись, что у них было всего 30 пациентов, но это в 30 раз больше, чем во многих сообщениях о голодании в медицинской литературе, где могут быть описаны только отдельные случаи. Например, женщина с редким аутоиммунным заболеванием, известным как смешанное заболевание соединительной ткани, которое может вызывать всевозможные болезненные и тревожные симптомы. Лечение астероидами в попытке подавить ее иммунную систему. Но 21 день спустя, когда она перестала принимать лекарства, ее симптомы улучшились после голодания. И, что более важно, оказалось, что она держится подальше. Итак, работает ли голодание при смешанном заболевании соединительной ткани? Что ж, все, что мы можем сказать, это то, что, по крайней мере, это сработало хотя бы раз. Аналогичная история успеха была описана с фибромиалгией. Женщина, страдающая болью во всем теле, не могла поддерживать активность и принимала множество лекарств. Но через 24 дня перестала проявлять симптомы и оставалась такой как минимум месяц спустя. Но когда модифицированный режим голодания был опробован на десятках людей, преимущества, наблюдаемые через две недели, в основном исчезли к 12 неделе. А как насчет волчанки? У 45-летней женщины, несмотря на принимаемые ею иммунодепрессанты, боль продолжала страдать. Но к четвертому дню голодания не было боли, и она оставалась без симптомов в течение одного года, прежде чем снова стерла их с помощью второго голодания. Обратите внимание, что это было не просто голодание, а голодание, за которым следовала растительная диета в попытке закрепить достигнутые результаты. И было показано, что строго растительная диета без животного белка, по крайней мере, в некоторых случаях контролирует симптомы. То же самое и сакролеитом, частым проявлением анкелозирующего стандилита, аутоиммунного артрита, который в первую очередь поражает позвоночник, вызывая боль в спине, которая может длиться годами. Они испробовали все возможные традиционные методы лечения и лекарства, но боль все равно не прошла. Поэтому они попытались порекомендовать полностью отказаться от животной пищи и увидели заметное стойкое улучшение в течение нескольких дней, пока он снова не начал есть мясо. Но вернувшись к растительному питанию, он отказался от большинства лекарств, почти полностью избавившись от симптомов. Так, по крайней мере, в этом случае, воспалительная боль, резистентная к другому лечению, была устранена за счет более здорового питания. Так что, по крайней мере, стоит попробовать. Аутоиммунный гламиролонефрит, при котором ваше тело атакует собственные почки, является частым проявлением волчанки. Серии случаев из 29 пациентов, которые голодали в течение 60 часов, а затем просто ели фрукты и овощи, пока им не стало лучше, описали такое замечательное выздоровление, что голодание, по их мнению, должно быть неотъемлемой частью лечения. А как насчет рассеянного склероза, аутоиммунного заболевания нерву? Больные были случайным образом распределены по диете, имитирующей голодание, то есть модифицированному голоданию, которое началось с диеты с 800 калориями в день, состоящей из фруктов, риса или картофеля. А затем они проводили неделю, потягивая несколько сотен калорий, льняного масла и овощной бульон перед переходом на среднеземноморскую диету на растительной основе. В течение следующих трех месяцев они испытали значительное улучшение общего качества жизни. Они также попробовали кетогенную диету, но она не дала клинически или статически значимого общего преимущества. И, наконец, хроническая крапивница, при которой появляется сыпь в виде зузящих рубцов, начала улучшаться на третий день голодания и полностью исчезла к 11 дню. Это согласуется с исследованиями, проведенными в Германии и Японии, которые, очевидно, показали около 75% эффективности для таких пациентов при том, что выглядят как какая-то диета с чаем и сахаром. Конечно, стоит попробовать голодание, но, конечно, голодание должно проводиться только под квалифицированным медицинским наблюдением. В противном случае вы никогда не узнаете, есть ли у вас скрытая проблема с почками, которая может привести вас в кому, а затем в морг. Вам необходимо контролировать функцию почек и контролировать уровень электролитов, чтобы убедиться, что ваше тело готово к этой проблеме. Несмотря на потенциальные преимущества, голодание только на воде не является лекарством или лечением в традиционном понимании. Оно просто призвано стимулировать механизмы самовосстановления организма. Поскольку голодание по определению является неустойчивым, для поддержания результатов, полученных в результате только водного голодания, необходимо придерживаться образа жизни спа, собственующего укреплению здоровья, которая включает в себя здоровую диету из минимально обработанных растительных продуктов, сон и физические упражнения.